Столько пациентов в Котласском инфекционном отделении еще никогда не было. Обстановка здесь напоминает военный госпиталь. Большинство людей даже не могут самостоятельно двигаться, говорить, есть и дышать. На сегодняшний день в инфекционном отделении лечится 320 человек. Еще вчера их было на 50 меньше. Из-за такого количества поступающих пациентов приходится класть их в коридор и организовывать им там кровати. Но несмотря на это, каждый пациент своевременно получает терапию от ковида. Времени 12 часов. Рабочий процесс еще идет, не закончен. Медики очень устали. Сколько вы в день обслуживаете больных? Вот сейчас на втором этаже 100 пациентов. И вы одна? Я одна. У меня просто две руки. Я бы готова 4 руки себе сделать, но пока только 2. Уколов приходится выполнять очень много. Фрагминов каждому это будет 100, а максиклавов 50. Если умножить на сутки, то это будет 150 уколов. Цифтриаксонов 23 человека. Там нужно тоже по два флакона. Значит, 46 получается в сутки. Капельниц тоже порядка 30-40. Дексаметазонов очень много приходится делать. То есть не приседаем абсолютно. Я работаю на две ставки и получается, что каждый день, и через день, и каждую ночь. Работы очень сильно прибавилось. Работы хватает теперь и в реанимации и в отделениях. Очень часто вызывают на консультации. Очень много тяжелых пожилых больных. Наверное, в худшую сторону все поменялось. На данный момент в реанимации 10 человек. 6 из них на аппаратах ИВЛ. Все с ковидом. Аппарат ИВЛ у нас в хорошем состоянии. Докуплены новые мониторы в экстренном порядке. Ими оснащена в большей степени реанимация, а также в достаточном количестве они есть и в инфекционном отделении. Если с аппаратами ИВЛ в ковидном госпитале проблем нет, то коечный фонд оставляет желать лучшего. Мест нет. Нет совсем. И больным ничего не остается делать, как смириться и получать лечение в коридоре. Если повезет на кровати, а если нет, на кушетке и даже раскладушке. И даже на такие больничные условия пациенты не сетуют. Самое страшное уже позади. Пик своей болезни они вспоминают как самый страшный сон. Тем, всем, всем, кто не верит в то, что его нету, его не существует, зачем нам все это нужно, сразу говорю, очень тяжело. У меня проходило очень тяжело. Я сначала осталась дома. У меня 9 дней была температура. 9 дней. 9 дней была температура. У меня были прописаны лекарства. Я все, естественно, принимала, но... Улучшение не наступало. Улучшение не наступало. Дышать становилось все тяжелее. Температура поднимала до 38,6. Я ее сгоняла. Она снова поднималась. Было очень тяжело. Дышать становилось все тяжелее и тяжелее. Я задыхалась. Я не могла дойти буквально до кухни. У меня тут же началась одышка. И я уже не выдержала. Не отцу испугался, что вызвали скорую. И я приехал сюда. Поверьте, это совершенно нерви. Я вот лично так в жизни не болела. И никогда подумать не могла, что я вот в 41 год просто не смогу дышать. И смогу даже элементарно выйти до туалета. Я хочу сказать огромное спасибо всему бедперсоналу. И врачам, и медработникам, медсестрам, санитарочкам. Много говорят слов благодарности. Женщина сегодня сказала, какие у вас теплые руки. Я говорю, какие они должны быть. И она говорит, ну вот вы нас лечите, поэтому и теплые. И хотелось бы всем попросить. Пожалуйста, соблюдайте меры безосторожности, защиты. Без необходимостей не старайтесь выходить из дома. Изолируйтесь. Если вы молодой человек, который сможет скорее всего легко перенести данное заболевание, не встречайтесь со своими взрослыми родственниками, со своими близкими. Ограничьте, пожалуйста, общение. Может быть, вы болеете легко, а им придется тяжелее. Те, кто перенес коронавирус сегодня, жалеют лишь об одном, что слишком поздно поняли, насколько он опасен. Что вы пожелаете гражданам? Здоровья, здоровья и соблюдать все те меры, о которых говорят врачи. Вот на самом деле дистанция, на самом деле маски, на самом деле перчатки. Находитесь все дома. Вот по возможности будьте дома. Не надо никуда сейчас ездить, не надо ездить там за границу или по Союзу. Даже если вы себя хорошо чувствуете, повередите себя, своих близких. Хочу ко всем обратиться. Сидите дома, по возможности носите маски, меняйте их, через два часа полощите горло. Не находитесь там, где не нужно находиться. Переждите это время и берегите себя и близких. Очень забавляют случаи, когда слышишь в очереди или в магазине, или где-то среди знакомых, что тяжело дышать в маске, тяжело носить маски, не хватает воздуха. Ребята, это все мелочи, мне кажется, по сравнению с тем, что переносим мы за смертью. Уже привыкшие к этим вмятинам, ссадинам, натертостям. Нам тоже тяжело, но мы стараемся ради вас. И вы, пожалуйста, постарайтесь ради нас. Спасибо. В ковидном госпитале лежат реальные люди, которые живут рядом с нами. Некоторых мы видели на улицах, а кого-то лично знаем. Поэтому отрицать, что болезнь не существует, полный бред. Коронавирус подкрался очень близко. И не факт, что он обойдет смельчаков, которые пишут провокационные посты в социальных сетях. Дай бог, чтобы во время тяжелой болезни им помогли врачи, которые, несмотря ни на что, день ото дня продолжают спасать людей. Субтитры создавал DimaTorzok